Всем здоров дорогие друзья, с вами Фомикс и я вчера на своем стримовом канале скрафтил самого лютого дорогого дрона, причем не просто, ну типа самого мощного дрона, я еще попытался купить самый мощный чип и это у нас Алый Орел. Это вот сейчас самый мощный боевой дрон, два скилла и несколько способностей. Давайте сейчас сначала я скажу несколько нюансов о дронах, как их крафтить и чем он отличается от других дронов и чем он отличается от других таких же Алых Орлов и чем этот дрон вообще офигенен. На рынке представлены в принципе все модели, практически каждый можно купить и также популярны вот медицинские дроны, у них способности обеззараживания и у них много вот эта умная клетка, то есть они могут вас что-то типа воскресить. Выстреливает дрон лечащий бомбы, это очень на самом деле важные и нужные дроны. За 300 продается, то есть Алый Орел, наверное, самый такой боевой дрон и тут есть вот за 300 тысяч продается, о боже, офигеть, просто посмотрите и у него тоже есть воскрешение, усиление брони и я думал у моего много скиллов. Также есть охотничий фанатик, тоже белый дрон, тоже за полмиллиона и у него тоже, видите, самые такие топовые характеристики. Фишка в том, что дроны разные, а зависит от того, какой чип, какой чип навыка вы купите или какой чип навыком вам выпадет. То есть мне пришлось покупать чип навыка, потому что выбивать его очень сложно, это рандомно, какой чип тебе попадется. Такого дрона ты сможешь сделать. Чипы одного дрона, они различаются очень сильно, то есть есть убогие чипы, допустим, всего два скилла или там две способности. Я вчера покупал, ну вот что-то типа, я вчера покупал, но я вчера покупал даже помощнее. Вот мне пришло вчера за 111 тысяч голды покупать. Но на этом геморрой не заканчивается, потому что это лишь одна деталь, одна деталь из остальных деталей. Дальше вам надо части дрона собирать. И, к сожалению, ребята, самые топовые я не могу поставить, чтобы дрон был наимощнейшим. Потому что каждая деталь жрет энергию. И для того, чтобы поставить вам самую мощную, самую мощную дрона, вам нужно охрененную батарею поставить. Но уровень мне позволяет поставить только среднюю батарею. Поэтому я на свой офигенный дрон поставил убогие части. То есть я поставил первый уровень боевого двигателя, хотя мог второй. Поставил первый навигатор и второй уровень фреймворка. Поэтому хоть у меня и достаточно такой топовый дрон, мощный. Мощный дрон, он у меня все равно слабый. Потому что части детали на него так себе я поставил, потому что батарея была слабенькая. Ну и вчера на стриме мы мучились, собирали эти детали, высчитывали сколько энергии нужно для дрона, какие детали поставить. В общем, да, весь гейморой в итоге все-таки собрали. И это было очень кайфово, когда в итоге собрали Алого Орла. Напомню, сам чип я покупал за 111 тысяч. Это дохерища. Вчера, между прочим, вчера у меня просто не было голды. Вчера он стоил где-то около 80. Сейчас он подорожал. Более крутых я не видел именно на Алого Орла. Поэтому пришлось покупать именно этот. Ну там были дешевле, но я купил самый крутой, который был в продаже. И вчера затестили дроны, было, конечно, кайфовенько. Прям вау. Завтра может быть видос. Во-первых, самое, наверное, кайфовое, что мой дрон может воскрешать меня. Ну то есть, он не каждый раз воскрешает. Я не знаю, как это получается, я еще точно не испытывал. Во-вторых, он может отключать другие дроны. Вот так вот. Этого типа скиллы может еще кидать, пулять ракету. И это просто пупейненько. Ну и вообще кайфово он подходит к моему костюмчику. Я, на самом деле, уже полностью экипировался. У меня есть полностью сета бунтаря. Плюс у меня все есть дробовик, снайперка, кукри и калаш. Правда, ну, скины на него еще нормальных. Нет скинов на него, но все-таки. Ну и теперь давайте опробуем дрончика. Давайте опробуем дрончика на Нэнси. У меня, кстати, так-то два дрона есть. Еще есть самый убогий. Я могу его, не знаю, поставить на защиту дома. Ну ладно, давайте. Пугнали. Дрон так-то не особо полезен, потому что если он сломается, это, конечно, капсдец. То есть, ты все типа потеряешь. Но вот, допустим, он очень полезен в Нэнси. В Нэнси он тебе просто безумно помогает. Это подстреливает врагов или, ну, тоже хилит тебя. Ну и так же он будет полезен в каких-либо, видимо, ПВП событиях. Могу, в принципе, управлять его самостоятельно. Правда, мой дрон могут подбить. И вот так вот пускаем ракету. Вырубаем отдельные дроны. И давайте помогаем союзникам. Так, в принципе, вообще удобно идти. А, черт, подбили. А, или он, кстати, его, может быть, поиск бил. В Нэнси он просто не ломается. Поэтому здесь, во-первых, безопасно его отпускать. А, во-вторых, очень полезно. Здесь наиболее полезно, чтобы, не знаю, брать МВП. Потому что без дрона, ну, не так легко. Дрон, как обычно, атакует то, что вы атакуете. Либо то, что вас атакует. Так же, ручное давайте. Давай, мать твою, забили. Даже отомстили игроку. По, победа. Ну, я на втором месте. Я даже один раз взял первое место по убийствам. Ну, это... Сейчас я просто прикалывался. Давайте сейчас поедем на гору Сноу. Тестить дрона. Я, на самом деле, его сделал. Чисто потому, что... Мне безумно нравится костюм куртка бунтаря и алый дрон. Алый орел тоже просто кайфово выглядит. Они просто сочетаются. Только поэтому. Если бы даже он был говно, я бы сделал бы его, наверное. То есть, в принципе, всяких высокоуровневых зомбаков дрон вообще легко убивает. Прям даже супер. Ну, это куда мощнее самого первого стандартного дрона. Эй, ты будешь стрелять? О, пассивки, аппуфена. Идем дальше. О, я, кстати, на локации не видел никогда грузовика. О, здесь еще не мочил комвой на этой локации. Давай дробовиком. Не мочи моего дрона, ты сейчас его... Не, нифига, дрон, кстати, живет. Несмотря на то, что его пулеметчик бьет. О, пупененько. Да его три солдата бьет. Живеханик. Просто дай пять. Да, ну, что там было-то в ящике? Ничего особенного. Дрон, конечно, не является прям очень полезным. Но если сделать прям топового дрона, фиг вас, кто убьет. Он будет, ну, очень сильно помогать. Именно в пвп. Он больше нужен в пвп. Потому что так его жалко использовать. Он все-таки ломается. И, допустим, я его потратил не на него дохренища денег. А он уже испоганился. Вроде как сильно. То есть, вот, он где-то, знаете, одну десятую или там пять десятых. Он уже сломался. А я там один день походил с ним. Даже не один, то есть один вечер. По-хорошему, этот дрон надо было делать, когда вкачаешь девятый уровень дома. У меня сейчас восьмой. Вкачали бы девятый, открылась бы новая батарея. Более лучшая. Ну, то есть, надо было в любом случае подождать. Но я хотел быстрее сделать дрона. Поэтому сделал его более слабым. Я, правда, еще не видел, как он воскрешает. То есть, он помогает вроде встать. Если я сильно ранен. Но я этого еще не видел. Ну, вот, допустим, я подох. Давай. О, нифига, видите? Все, супер, работает фигня эта. Отлично. Видите, я подох, и у меня теперь 100 хп. Даже лучше не придумаешь. Ну, что ж, в принципе. У него и расстояние больше. То есть, я могу дальше улетать. Прям достаточно дальше. Первый дрон вообще так далеко улететь не мог. Вот, это, в принципе, максимальное расстояние. Дальше уже. То есть, смотрите, очень далеко могу летать. Но это не максимальное расстояние, потому что, опять же, у меня далеко не топовые предметы на дрона. Ну, не топовые части, детали. Ёп, нет. Дрон, черт. Ну, нахер. Ну, а на этом, в принципе, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я эту игру прохожу на своем канале по стримам. Ссылка на канал по стримам в описании. Также ссылка на нашу гильдию лайф авто также в описании. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok